Я хотел бы начать с благодарностью, что вы все здесь сейчас собрались. Около полугода мы работаем над системой, которая занимается predictive maintenance. Собственно, что это такое? Это система, которая пытается предсказать ошибку оборудования. И тема эта такая немного новая. Сказать, сложности в этой теме связаны с тем, что у нас, как правило, эти системы, они состоят, они на стыке IoT и машиншерлинга. То есть помимо hardware у нас есть software. Собственно, об этом будет доклад. О продакшене, опыте и о построенной системе. Ну, вкратце обо мне. Я занимаюсь программированием чуть более 12 лет. Вот, участвую в абсолютно разных проектах. Это был игровой бизнес, это был e-commerce, это был high load, big data. Собственно, и где-то около трех лет я занимаюсь, собственно, проектами, связанными с machine learning, deep learning и тому подобным. Когда мы заходили на этот проект, он так и называется, predictive maintenance, это вот точность и тот слайд, который, это те реквайрменты, которые нам были выдвинуты, что хотелось от системы. Собственно, собеседование было посвящено machine learning, оно было достаточно сложным, спрашивали очень много об алгоритмах, об личном опыте, но первый такой камень преткновения это то, что действительно наша система содержит большой кусок hardware. То есть с machine learning мы там более-менее понимали, что делать, как делать, а вот насчет hardware и hardware специалистов, вот здесь как бы начались сложности. То есть, вкратце, на первом брифинге нам сказали, ну, вот смотрите, у нас есть конвейер, я сразу представила себе конвейер в караване, вот этот маленький конвейер, по которому мы покупки возим. Вот. Ну, думаю, ну, там конвейер, ну, покупки, это вот, вот он проехал, все окей, что там учить. Вот. Хотя это через какое-то время, там, через две недели оказалось, что конвейер — это завод, это фасилити, 300-480 квадратных метров, и это много конвейеров, это много оборудования, которое стыкуется с друг другом. Ну, собственно, первый момент, первая проблема в этом проекте была, собственно, выбрать hardware до того, как мы пришли к machine learning. Ну, тут ссылку не видно, но, как говорит Forbes, IoT все больше и больше захватывает эту отрасль. То есть, как правило, сейчас не интересует просто machine learning в каком-то виде, какие-то простые системы, сейчас очень много систем, которые связаны именно с hardware. Это могут быть и роботы, и датчики, и все, что угодно. Называется это, считается это industry 4.0 революция. В принципе, я с этим достаточно согласна, потому что чем дальше мы идем, тем больше я вижу проектов на пересечении двух технологий. Собственно, про predictive maintenance, почему эта тема настолько важна сейчас, и почему это является… Ну, я считаю, что это будет хайповой темой в следующие там два-три года точно. Собственно, все эти facility, они состоят из роботов, конвейеров. Конвейеры раскладываются на подшипники, моторы и так далее. И, соответственно, как только один мотор останавливается, останавливается вся система. И в целом это стоит около… Ну, у одного из наших клиентов час простоя около полтора ляма долларов. Вот где-то так это оценивается. Я могу это объяснить, почему это так происходит. Они занимаются грузоперевозками и логистикой. И, собственно, первый facility, на котором я была, ну, то есть что-то типа завода, да, они разгружают. У них 40 грузовиков, они приезжают, и разгрузка идет роботами буквально за 8 минут. То есть малейший простой, и грузовик дальше уезжает. Они не… как бы они не ждут, пока кто-то что-то починит. Собственно, на самом facility 2-3 человека, которые ходят с iPad'ами, как правило, в резиновых сапогах. Это тоже был очень интересный. Мы вот живем как-то вот в своем мире, там, iPad'ов, дизайн модный, да. А у нас была проблема, основная проблема была в том, что алерты надо было как-то доставлять им, а люди ходят в резиновых перчатках, и они вообще, у них ноутов нет. То есть это вот такие механики. Собственно, первый наш маленький проект, прототип, состоял из порядка 90 сенсоров. Вот. И как бы все было хорошо, пока это не началось скелиться. То есть что я имею в виду? Самый маленький завод, самая маленькая часть завода, которая экипирована сенсорами и PLC, это порядка 550 сенсоров. Собственно, я тут хотела бы немножко рассказать про PLC-сенсоры. Какие сенсоры? В данный момент у нас система базируется на PLC, это Programming Logistic Controller. Это что-то типа маленького компьютера, в него зашивает циклическая программа. Собственно, с PLC мы снимаем следующего уровня показания. Это скорость конвейерной ленты, показания тока, напряжения, бывают ошибки. Ну, такого плана. Сенсоры. Ну, на данный момент проекту более семи месяцев, и до сих пор у нас есть своя личная лаборатория, в которой, собственно, люди покупают сенсоры, экспериментируют с тем, что они могут делать. Сенсор — это маленькая, как правило, коробочка, которая крепится на мотор или на подшипник, или на трубку передач, и они могут получать разные характеристики. Сейчас мы получаем около 17 характеристик. Это в основном ускорение, скорость, вибрация по осям и температура. Также на данный момент рассматривается возможность получения ультрасоник-сенсоров. Это сенсоры, которые звук снимают. Собственно, есть системы, в которых используется ультрасоник. То есть, ну, вот первый раз мы приехали на этот завод. Сначала мне сказали про PLC. Я срочно побежала покупать книжку, потому что я девелопер. Я никогда в жизни этих PLC не видела, и это было крайне неприятно, потому что как только мы выходили в поле моторов двухфазных, трехфазных, через трехфазных, вот, в общем-то, где-то тут мое понимание заканчивалось. Заканчивалось не только в плане языка, а вообще вот просто заканчивалось. То есть, как-то ты понимаешь 80% слов, да, а смысла ты, даже если бы не на русском тогда объясняли, я как бы не очень сильно понимала, о чем они вообще говорят и какие моторы. Ну, там, для меня это по-прежнему, пока не привезли на facility, для меня по-прежнему это был маленький вот караван. Вот, вот там вот где-то там шестеренки, лента двигается. Собственно, да, PLC это тоже одна из самых больших областей, которая вообще никак не раскрыта на нашем рынке на сегодняшний день. Это связано с несколькими причинами, и в первую очередь я это связываю с тем, чтобы начать программировать на PLC, хоть что-то делать. Это как бы, ну, самый минимальный датчик, да, он там, ну, чтобы хоть что-то получалось, скажем так, от 200-300 долларов. То есть порог входа в программирование PLC, он как бы достаточно высокий. Само программирование, оно несложное, то есть там это блок схемы, и как бы, в принципе, там основная сложность, когда это PLC к реальному конвейеру крепится или к реальному мотору, в общем-то, вот тогда начинаются некоторые проблемы. Насчет сенсоров. Сенсоры есть разные. Они стоимостью от… Самый простой сенсор, который мы находили, был 18 долларов. Почему они разные? Сенсоры разные. Есть такое понятие, как bend with downsampling. Сколько данных передает сенсор за минуту? То есть есть обещанное, то, что сенсор там, допустим, должен передать 6 дейтапоинтов за минуту, а есть то, что в реальности. Ты прикрепил сенсор и видишь, сколько приходит данных за минуту. Ну, по собственному опыту могу сказать, что если заявленное, допустим, 30 дейтапоинтов в минуту, то дай бог, чтобы было 15 в реальности. То есть где-то вот так. Сенсоры тоже. Эта штука непростая, потому что люди сейчас хайпят на этом. Они приходят, говорят, вот наш сенсор, он 158 долларов, но он получает все, вот вообще все. И вы вот эту часть кода своего, вы можете вообще выбросить. Мы такие, да, 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 давайте, вот нам два сенсора мы сейчас попробуем. Оказывается, что как бы этот сенсор за 158 долларов, он получает приблизительно то же самое за 18. Вот, и как бы в этом надо разбираться. Ну, собственно, первый этап, мы крепили сенсоры. У нас были наши люди, которые поехали на фасилити и долго и нудно крепили сенсоры. Они там, в общем-то, это тоже такая себе эвристика, наука, потому что от того, как ты прикрепишь сенсор на мотор или на hardware, на jarbox, у тебя могут зависеть данные. То есть у нас был случай, когда два сенсора прикрепили, один в коробку к мотору, один навне. Ну, и как бы идея в том, что на вне температура должна была быть больше. Ну, это логично. Вот. И она была меньше, нам говорят, все, ваша система вот как бы не работает, все плохо. И у нас наш разработчик поехал на этот реальный завод, оказалось, что внутри у них стоял вентилятор. И они сенсора прикрепили вот в точности к вентилятору. Вот. Собственно, от этого тоже влияет очень много, и там есть свои нюансы. Ну, мы начали собирать данные. Вот так вот как-то все началось. Собственно, эта картинка показывает, как первые данные попадали в систему. То есть у нас есть гейтвей, есть PLC-сенсоры, подключенные к нему. Ну, дальше, естественно, кэш. Кэш имеется в виду тот, что фасилити, как правило, работает на мобильных карточках. И все данные передаются через мобильный интернет. Так как у нас одно из фасилити, в месте, где часто бывают ураганы и так далее, пропадает интернет, то мы накапливаем данные на гейтвее до тех пор, пока интернет не возобновится. Ну, дальше используется сервис Greengrass, который, собственно, пускает данные внутрь АВСа. Это обычный регистр, но считывается. Следующее, что происходит в этой системе, у нас полностью event-based система, и как только данные попали куда-то уже внутрь облака, у нас срабатывает куча ивентов. То есть у нас есть ивент для raw data, собственно, это тот ивент, который сохраняет данные в файловую систему. У нас есть heartbeat, есть downsampling event. Downsampling имеется в виду, данных слишком много, и для показа на UI, и для обработки используется downsampling, то есть берется среднее значение, допустим, за минуту по определенному показателю. То есть мы пишем, помимо сырых данных, у нас есть downsample данные, которые идут на экраны юзеров, которые мониторят систему. Собственно, в S3 raw data у нас хранится в паркете, в паркет-формате. Мы, вначале это был JSON, потом мы пробовали CSV, и в итоге как бы пришли к тому, что паркет удовлетворяет и команду аналитиков, и команду девелоперов. Собственно, это первая версия системы была построена на DynamoDB. Ничего не хочу плохого сказать про базу данных, просто как только нам посадили аналитиков, аналитики, собственно, это математики, отдел математиков, которые должны с этими данными работать. Выяснилось, что для них язык Quire на DynamoDB это слишком сложно. То есть им надо было специально готовить данные для ML и аналитики. Поэтому, как вариант, мы рассматривали Аврору, DynamoDB и Афину. Афина — это Quire Editor в AWS. Собственно, прелесть, ее одна из основных прелестей в том, что, во-первых, она позволяет читать данные паркет. Второй момент. У нее Quire Editor позволяет писать SQL, raw SQL, обычный SQL. И результаты Quire собираются в CSV-файл. Это вот отвечало как раз трем показателям, которые нужно было для работы команды аналитиков. Ну, собрали мы данные. У нас получилось там в сутки около 3 гигабайт сырых данных с маленького завода. И дальше мы перешли к вопросу вообще, что мы мониторим, что мы получили из этих данных. И как бы, что мы пытаемся предсказать. Ну, хорошо, вот собрали, в базе лежат температура, вибрация, там, ускорение по осям. И что дальше? Собственно, здесь у нас был второй съезд всех наших математиков. Это веселая картинка, на самом деле. И она вызвала очень много споров в офисе. Слева завод Кока-Колы, реальный завод Кока-Колы. Он без людей вообще работает. То есть люди заходят на завод тогда, когда сигнализируется там вода на полу, допустим, маслоутечка или еще что-то. То есть, а так, в принципе, это закрытый завод. И это стоимость этого робота, ну, начиная с 30 тысяч долларов. Но, собственно, вот все заводы Кока-Колы, большинство заводов Кока-Колы, они строятся на этих роботах. Роботы называются FUKA. Они довольно забавные, я советую в сети посмотреть. А справа это Tesla. Вот, собственно, там тоже мы долго искали эту информацию в сети, сколько там на самом деле автоматизировано. На шести заводах Теслы работает порядка 10 тысяч человек. То есть автоматизировано гораздо много вещей. И, собственно, это производство, это роботы производства Кука, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. И, как бы, там очень много вещей, за исключением проверки. Проверка осуществляется по-прежнему людьми. Проверка... Кстати, интересный факт, заводы Мерседеса, они гораздо больше автоматизированы, чем заводы Теслы. Вот. Интересный факт, но факт остается фактом. Собственно, много мониторинга, который сейчас заходит. Это именно мониторинги вот этих роботов. То есть насчет левого робота я ездила на завод. Вот. Я могу сказать, что чем дороже робот, тем меньше вибрирует его часть, которая, собственно, работает. То есть, если какая-то простая операция, там может быть вибрация, чем серьезнее, как бы, допустим, горлышко-бутылки взять, да, там важно, чтобы робот вибрировал намного меньше. В общем, чем больше вибрация, тем дешевле сам робот. Но для некоторых операций вибрация очень важна. Я имею в виду минимизировать вибрацию. Собственно, сервисы, которые нам помогли запуститься очень быстро. Мы запустили первый продакшн в течение трех-четырех месяцев. Я считаю, что это довольно быстро. И некоторые пункты мы сознательно сэкономили. То есть, первое, это то, что большая часть системы построена на АВСе. АВС скелится сам по себе. Почти все сервисы скелятся сами по себе. То есть, как только у нас переваливает количество юзеров, у нас срабатывает автоскелинг. Никто из команды автоскелингом вообще не занимается. Собственно, с секьюрити мы стоим на когнито сервисе. Там приблизительно все то же самое. Все полиси и так далее. Они автоматически работают. Сервис достаточно простой. Тут есть два нюанса интересных, которые я хотела бы обратить внимание. У нас бигдата в прямом смысле. И у нас первая версия системы у нас были пайплайны. АВС пайплайны для того, чтобы делать бэкапы. Через какое-то время данных стало слишком много и мы думали, как бы не держать копии данных два раза. В общем-то, raw data у нас лежит в S3 bucket, на S3 bucketing у нас запрещено удаление. У нас только read открыт. Таким образом, у нас есть raw data, которые вообще сырые данные, которые вообще, собственно, кроме read, ничего с ними нельзя сделать. И мы отказались от бэкапов. Disaster recovery это то же самое. У нас система полностью, у нас CI, который для новой системы, для поддержки нового сайта или нового завода, она полностью раскрывается с CloudFormation, можно раскрыть в течение получаса. То есть в тот момент, когда что-то очень нехорошее произошло, система, мы самовосстанавливаемся благодаря средствам AWS. Ну, real time, понятно, у нас все на ивентах построено. Да, там есть сложности с тем, что некоторые ивенты срабатывают по два раза и есть всякие нюансы с тем, что система, допустим, теряет связь. Я имею в виду система facility связь теряет. Собственно, ну, вот эти пять пунктов это основные пять пунктов, которые позволили сэкономить девелоперские усилия. В частности, Global Namespace, каждый клиент у него свой S3 bucket и мы вообще не занимаемся тем, что шифруем данные, потому что одно из требований к системе было именно шифрование. шифрование как бы автоматически делается AWS. Вот. Следующий путь, да, вот данные собрали, данные в системе, заскейлили. У нас уже было три продакшена и мы решили попробовать SageMaker. SageMaker, они себя презентуют как платформа, я в принципе с этим согласна. Почему мы решили его использовать? ну, я вот перед этим говорила, у нас есть штат аналитиков и этот штат аналитиков это люди, которые живут в мире математики. Собственно, для них вот это вот все инфраструктура, AWS, development, для них это чуждо. То есть первый код, который мы получали, мы получали его в PDF. Ну, вот как бы, вот давайте, ребята, вы заимплементите нам эту модель. И это было, честно говоря, frustrated до тех пор, пока нам не прислали код в JSON. Ну, то есть и мы очень долго пытались убедить команду, что в принципе делать какие-то манипуляции с данными, потому что данные это как бы большая часть этой системы это данные. То есть все должны, все эксперименты должны выполняться были в клауде. Мы не разрешаем не скачивать данные. То есть у нас все операции идут собственно в клауде. Почему был выбран SageMaker? Потому что он из коробки позволяет использовать порядка 80 алгоритмов. На тот момент мы не знали, что аналитики захотят использовать. То есть у нас были данные, мы совсем не понимали вообще, что они хотят. На этом слайде собраны собственно фреймворки, которые SageMaker позволяет использовать. На данный момент мы пользуемся Keras и TensorFlow. По-честному я не могу сказать, как работает часть вот Microsoft Cognitive Toolkit. Все остальные фреймворки он поддерживает, потому что мы использовали и пробовали. Собственно мы не хотели ограничивать скоуп наших аналитиков и поэтому мы решили первое время использовать SageMaker. Собственно это Machine Learning сам процесс, который есть наверное у всех, кто был на продакшен процессе как он есть. То есть сначала есть бизнес проблем, мы хотим там запредиктить допустим я не знаю поломку поломку мотора, да. Мы собрали данные, мы их заинтегрировали. Собственно интеграция этот путь мы пропускаем, потому что Quire Афина позволяет получать данные в ЦСВ сразу очищенные. Собственно первые 3-4 месяца мы занимались аналитикой, у нас не было никакого Machine Learning наша система базируется на математических сугубо математических новациях и она рассчитана на трешолды. То есть мы мониторим средний уровень температуры допустим если мы видим что она зашкаливает то выкидываются алерты. Собственно следующий этап должен быть feature engineering как у всех model training ну в общем-то все эти видели эту картинку и все так легко и просто пока ты не начинаешь это имплементировать. И собственно тут мне бы хотелось это та же картинка которую я считаю скучная тут мне хотелось показать как мы вышли из этого положения я вкратце расскажу потому что мне кажется что вот с последних рядов там вообще ничего наверное не видно. Собственно первая колонка там где собираем данные как-то обрабатываем как-то чистим что у нас использовано у нас S3 используется как я уже сказала bucket у нас glue используется glue это сервис который позволяет запускать ивенты и делать допустим партишинги все данные у нас все данные разложены по партициям так называемым для Афины это позволяет это тоже такой нюанс потому что Афина строится поверх S3 в S3 сама Афина по себе очень дешевая то есть сейчас один продакшен в месяц может занимать 35-40 долларов но мы платим за то что мы читаем данные и достаем данные из S3 каждый запрос как бы обходится может обойтись очень дорого только потому что нам надо вытащить эти все объекты из S3 поэтому у нас большая большая система партиций то есть у нас есть downsample hour downsample minute ну и Amazon EMR это собственно возможность собирать быстро данные собственно для фич инжиниринг у нас в клауде для каждого аналитика поднят юпитер ноутбук это их собственный инстанс на котором у них есть доступ к данным они анализируют собственно все у нас что какие шаги мы пропустили да благодаря сейджмейкеру собственно первый раз это был тренинг кластер то есть если вы делаете без сейджмейкера вы должны поднимать кластер в Амазоне кто-то должен какой-то девопс должен его как бы за ним следить кто-то должен туда деплоить сейджмейкер позволяет при помощи параметров метода при помощи имиджа на докере поднимать кластер и вы просто указываете количество инстансов параметры которые вы хотите использовать скейлинг мы тоже абсолютно пропускаем этот шаг у нас никто в команде скейлингом не занимается то есть если мы хотим обработать какой-то большой алгоритм какую-то большую пачку данных нам надо срочно что-то подсчитать посчитать то есть мы включаем автоскейлинг и там уже зависит от того там что вы хотите использовать cpu gpu и он автоскелится автоматически ну и собственно секьюлинг все модели зашифрованные это тоже идет из коробки у сейджмейкера это бинарники которые лежат собственно в S3 точно так же вот модел деплоймент тут мы подбираемся к первой продеплойенной модели на environment собственно сейджмейкер позволяет ну как я сказала сохранять артефакты модели на самом деле в этом на этом этапе у нас было много споров потому что у сейджмейкера есть собственный формат модели вот мы хотели уйти мы опять-таки не хотели никаких ограничений и поэтому наши модельки хранятся в пикловском формате чтобы была возможность и Keras использовать и TensorFlow и все остальное то есть мы эту часть немножко видоизменили первая первая модель которая была она была именно сейджмейкеровской и мы использовали сейджмейкер как он есть то есть это чистый API после этого есть еще три пункта которые сейджмейкер позволяет упростить собственно это create endpoint каждый раз когда вы что-то пытаетесь предсказать вы должны там что-то дергать там отдавать ему данные и получать какие-то prediction значения собственно все это было вот все что есть на экране все было сделано и все было хорошо пока не понадобились кастомные алгоритмы то есть сейчас мы пришли к тому что вот картинку которую вы видите это то как сейчас работает реальный продакшн наш то есть у нас есть юзера собственно и у нас есть аналитики аналитики у нас как вы поняли они совсем не девелоперы они очень плохо понимают это программирование они знают что у них вот есть три грубо говоря у них есть CI-репозиторий в CI-репозитории есть папка папки они должны выложить нам три файлика серфпай это собственно файлик который позволяет на SageMaker поднять Flask сервис и общаться с самим SageMaker то есть это такой более train.py это класс с методом train в который они должны сложить собственно все что они хотят для train модели и predict.py ну соответственно они поднимают это класс внутри которого есть predict.method они поднимают оттуда все возможные ресурсы с S3 у них есть доступ и собственно так это все происходит внутри внутри SageMaker у нас есть имидж есть это имидж который позволяет он собран нами собственно и он позволяет запускать все 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 что есть с интерфейса и программно то есть мы их не ограничиваем они могут использовать просто как бы клацать интерфейс амазоновский а могут писать вот собственно вот такие вот модельки из SageMaker у нас есть два эндпоинта как я говорила один из них predict.py это эндпоинт на фласке который просто дергает predict.py скрипт и training.py все это работает все это привязано к S3 и помимо этого у них есть возможность сохранять модели из юпитер ноутбука то есть юпитер ноутбуки у них есть доступ ко всем данным ко всему и они могут делать какие-то свои эксперименты собственно как это все попадает в продакшн в продакшн это попадает следующим образом у нас есть юзера ну тут картинка немножко упрощенная да но собственно у нас есть predict value standpoint и после этого мы скрипим данные с таблицы таблица данные достаются афиной данные лежат на S3 каждые 2 часа запускается алгоритм который считает предъявлен следующие 2 часа почему 2 часа потому что в нашем случае моторы jarbox и так далее ну это из собственного опыта где-то 6 часов аналитики достаточно чтобы сказать что что-то идет не так то есть не обязательно пересчитывать когда мотор включается он даже греется там от 5 до 10 минут то есть там резких скачков не происходит и в принципе сейчас нас prediction 2 часа нас устраивает в более серьезных системах я разговаривала с разработчиками Air France они проверяют самолеты турбины у них prediction идет на 10 минут то есть каждый раз когда они пытаются проверить турбину самолета у них predict идет на 10 минут они говорят что на 10 минутах собственно accuracy где-то 96,5% у нас результатом нашей системы является если мы видим что что-то идет что-то идет не так собственно мы что такое мы выкидываем алерты то есть у нас есть куча куча юзеров которые просто получают нотификации на часы еще куда-то типа там вот этому мотору кажется становится плохо вот не могли бы вы пойти и проверить его собственно это интерфейсы которые внутри амазона которые мы используем это реальные инстансы это мне хотелось показать что это очень просто на самом деле то есть вот так выглядит интерфейс наших юпитер ноутбуков каждый раз когда аналитик приходит на работу он запускает собственно этот юпитер ноутбук и там кроме того что он получает роль и сессию то есть один человек не может редактировать один и тот же файл ну собственно у нас сейчас для каждого аналитика есть свой инстанс собственно я понимаю что вообще наверное на последних летах ничего не видно поэтому я вкратце расскажу у сейджмейкера есть понимание с тренинг джоба результатом тренинг джобы если вы используете просто API является бинарник который сохраняется на S3 то есть собственно из параметров которые вы предоставляете получается ваша моделька параметры параметры я тоже вот вкратце буквально расскажу что за параметры первая это роль вы должны там указать к чему ваш сейджмейкер инстанс имеет доступ то есть в нашем случае если аналитик работает с двумя разными продакторами понятное дело он должен видеть один бакет и не видеть другой бакет собственно output config это куда вы сохраните все метаданные модели дальше вот интересно вот это то что я говорила мы пропускаем автоскейлинг то есть мы можем указать на скольких на скольких инстансах вы хотите запустить этот training job какие инстансы использовать в данном случае на первых парах мы вообще использовали middle инстансы без tensorflow без keras этого было достаточно и гиперпараметры собственно первый блок вы указываете имидж докеровский имидж в котором вы хотите запуститься как правило amazon предоставляет список алгоритмов и с ними имиджи то есть вы должны указать гиперпараметры гиперпараметры это собственно параметры самого алгоритма создание модели как я сказала создание модели это результат training job она после того как она завершает и после как вы ее промониторили она складывается все это на S3 и точно так же вы можете ее использовать вот так это выглядит с точки зрения аналитиков вот так это выглядит с точки зрения девелоперов что наши аналитики делают они заходят на модельки и говорят вот пожалуйста мне вот в этом имидже у них полный интерфейс полный доступ я хочу запустить вот эту модель они указывают просто на S3 папочку имидж и вводят в графический интерфейс параметры там есть нюансы там если кто-то работал они наверное знают что tuning job когда начинается tuning со сами параметры там бывают сложности вот и собственно поэтому мы перешли к кастом алгоритмам это это клиент это собственно код вот столько кода надо чтобы закрыть этот endpoint который дергается из любой лямбды и извне мира с этого фласка то есть собственно когда каждые два часа у нас срабатывает ивент который дергает endpoint это то как это видят аналитики собственно для них это они указывают просто алгоритм время там ну в общем-то и дергают его руками с интерфейса а это то как это выполняется из лямбды то есть у нас есть внутри endpoint и мы как бы каждые два часа посылаем payload для того чтобы сделать prediction так это это очень важные ссылки честно говоря после того как мы начали использовать обычный все понимали что рано или поздно мы придем к кастом алгоритмам и все это будет собираться руками и это те ссылки которые они необыкновенно важны скажем так потому что там можно найти мало того что использование алгоритмов так еще и сборку кастомных имиджей что следующее следующее мы подошли к четвертому продакшену и сейчас помимо аналитики собственно у нас два пути развития первое мы пытаемся найти получить логи от механиков то есть мы пытаемся перейти к инфорсменту я извиняюсь к обучению с поддержкой то есть первые мейнтеннс логи которые мы получили то есть сломался мотор или там утечка масла да и это выглядит там ну сломалось может в понедельник я пришел туда в среду начал чинить в пятницу и вот записи ну где-то там вот оно сломалось то есть сложность одна из основных сложностей что мы пытаемся предоставить им CMMS систему которая будет позволит им логировать события поломок то есть как это делается как правило как только случается поломка механик приходит он очень быстро меняет мотор а бумажки он заполнить может через неделю естественно он не помнит что там было как там было это такие обычные обычные бумажки испорченный почерк и собственно вот CMMS это наша следующая ступень развития помимо этого помимо этого у нас есть ультрасоник сенсор который мы собираемся ставить ультрасоник это который звук считывает и заниматься спектральным анализом ну собственно вот планы на следующее будущее такое мы вполне возможно будем от Афины отказываться потому что это дорого на больших данных ну не Афина сама а С3 почему будем отказываться потому что как вы знаете Microsoft тут недавно анонсировала все свои сервисы один из наших клиентов хочет все то же самое но только на Ажуре вот ну так так часто бывает да во первых Google Cloud есть во вторых Ажур есть все хотят взять то же самое и передеплоить куда-нибудь в другой Cloud вот поэтому в этом есть одно из наших достижений системы у нас оно все в принципе как кубики разбирается собственно вот это вот планы на ближайшие там 4-5 месяцев вот вопросы там есть система штрих-кодов есть коробки передач не только двигателя там это полная система ну и если будет интересно я могу ролик показать мы его специально снимали как это функционирует то есть разные они фасуются конвейеры сами по себе разные бывают есть конвейеры там последнего поколения есть первого поколения то есть они делают много задач в частности одна из проблем которая была это когда очень быстро выгружаются посылки то есть конвейер может быть перегружен и там резкие резкие пики вибрации резкие пики вспышки температуры как обойти вот это вот эту часть то есть это не только не только мотор но мотор это важно да а ссылку на ролик куда кинете да да а куда кинете я не знаю ну вы подойдите я тут целый день буду я вам спасибо за доклад я хотел спросить а что вы имели ввиду под кастомными алгоритмами и какого плана алгоритмы вообще у вас используются в конечном итоге ну на данном этапе используются три алгоритма у нас рекорд нейрал нетверк используются рнн для таймсирис анализа используется каминс и бустинг вот сейчас три спасибо за доклад такой вопрос откуда появилась такая магическая цифра как два часа почему каждые два часа почему не каждые три часа ну на самом деле как вы ее вычислили я вам расскажу на самом деле просто есть механики набор механиков которые работают с нами и первое время мы вообще запускали каждый час потом как-то это во-первых это требование клиента да потом мы следили долго и нудно за аналитикой то есть у нас высчитывается средний там ну куча показателей чисто математических вот и это эти два часа появились они не случайно то есть мы пробовали и шесть часов да и пять часов и четыре часа мы пробовали три и вот оказалось такой немножко эвристический да способ что два часа это то что устраивает клиентов мы и сейчас продолжаем этим магическим числом играться потому что некоторые клиенты допустим хотят каждый час знать да мы высылаем эту информацию каждый час но физически этот механик может не доехать за один час а мы начинаем ему алерты слать причем это все как бы и на телефон и письмами там да вот поэтому некоторые хотят пересчет два часа их это устраивает то есть мы видим что температура у мотора нарастает ну допустим да буквально вот то есть за два часа он не сломается у него должно быть несколько пиковых нагрузок чтобы он сломался это еврестика то есть они не хотят знать чаще мы можем хоть десять минут туда поставить но я ответила на вопрос здравствуйте спасибо за доклад такой вопрос а какую вы используете систему оркестрации для докер контейнеров то есть это либо кубернетес фарм либо а можно чуть кромче я просто плохо какую систему оркестрации вы используете для вашего докер докер кластера вы сказали что у вас кластер используется то есть сейджмейкер позволяет кластеризировать мы то есть это все у нас есть возможность использования мы просто параметры подставляем я показывала я слайды мне кажется потом вышлют всем наверное видео ну вы там упомянули что вы используете докер имиджи то есть докер имиджи мы собираем после этого этот докер имидж коммитится в репозиторию хорошо я понимаю но у вас кластер построен на докере ну то есть докер имидж много докер контейнеров сейджмейкер позволяет указывать в параметрах сколько таких имиджей может хорошо сейджмейкер это является системой оркестрации в вашем случае да можно использовать такой вариант мы еще рассматривали вариант с кладформейшн у нас был вариант с кладформейшн то есть ну то есть либо либо кладформейшн либо либо как бы скрипт который написан нами но сейчас мне кладформейшн по некоторым причинам нравится ну я услышала кладформейшн да я понял здравствуйте спасибо за доклад вопрос как происходит процесс тестирования каждой отдельной модели и кто утверждает правдивость данных которые присылают все сенсоры которые вы программируете правдивость данных что имеется я так понимаю вы какой-то механизм оснащаете различными датчиками сенсорами аналитики получают информацию как понимать что информация получена собранная информация данного механизма соответствует действительности что температура двигателя именно такая какую нет ли погрешности на сенсорах я правильно понимаю ну иногда есть есть проблемы но как бы это решается разными моментами то есть бывает просто мотор там кто-то ногой бутснул да и сенсор оторвался у нас есть такая проблема то есть как бы есть один отлавливается как-то логирование да у нас логирование идет на каждом шагу и так как как правило на моторе висит несколько сенсоров ну если это мотор то есть допустим на одном моторе на разных осях там около 6 сенсоров если мы открываем у нас есть UI который позволяет смотреть вот этот участок конвейера если вы мы допустим видим что на сенсоре ну грубо говоря там 456 он висит сверху данные одни а на сенсоре там который висит снизу там данный flatline ну прямая линия то понятное дело что что-то с самим сенсором то есть так как у нас не один сенсор то мы можем сказать что допустим если вибрация по четырем сенсорам она имеет одну и ту же кривую распределение и один сенсор допустим показывает нечто другое это значит что вибрация на этом сенсоре ну что-то с самим сенсором такое часто ну как бы это нормально то есть получается сенсор сам по себе один не устанавливается есть дублирующие сенсоры которые должны есть не только дублирующие они там на разных осях стоят там целая наука как эти правильно сенсоры установить и первый вопрос по тестированию каждодельной модели как это происходит создаются какие-то искусственные условия которые соответствуют я не совсем не совсем понимаю вы имеете ввиду перегрузку как мы перегружаем систему я так понимаю к вам пришел запрос заказчика он сказал нужно измерять вот это вот это вот это вы это у себя запрограммировали обшили необходимые датчиками которые будут возвращать информацию вы это тестируете у себя каким-то образом или же это все тестируете уже в реальной жизни у нас есть как бы часть автотестов часть тестов мануальных то есть у нас и мануалка сидят и автоматизаторы сидят и как бы помимо этого у нас есть еще механики то есть вот этот случай когда я рассказывала что сенсор был на вентилятор его поставили определенным образом собственно каждый механик приходит и проверяет как прикреплены сенсоры потому что от этого зависит качество данных или допустим произошла поломка а наша система не сигнализировала ее мы начинаем разбираться почему это произошло и как это могло произойти то есть тестирование идет так как система она достаточно гибкая и живая то у нас тестирование идет как механик как автотестерами так еще и аналитики тестируют то есть сама модель же может дать сбой то есть если это какой-то частный случай модель никогда не видела этого случая то есть сама модель может не знать допустим при каких условиях это наступает то есть как только происходит поломка эти логи присылаются нам и мы разбираем каждый конкретный случай конкретно спасибо спасибо за доклад было очень интересно есть два вопроса вот первый вы сказали что у вас под каждого клиента свой S3 bucket под клиентом имеется ввиду математика аналитик который с этим S3 bucket там работает или клиент как кастомер который как заказчик мы имеем я имела ввиду завод у клиента может быть там 5-6 заводов S3 bucket как правило один завод ну у нас условия security один завод не должен видеть данные другого завода то есть S3 имеется ввиду один завод с одним набором сенсоров хорошо с этим понятно и второй вопрос вы вот перечислили ряд сервисов от АВС которые вы используете это то что я заметил это S3 Глю Осина и Эмар вот S3 и Осина это понятно то есть на S3 туда заливается raw data и Осина и туда через SQL query уже получается обработанные данные вот и Эмар и Глю Глю используется это сервис который используется для даунсэмплинга то есть у нас поступает это для UI да? ну для UI это для UI и частично для аналитики потому что чтобы анализировать данные как бы трешолды просчитываются каждую минуту то есть на UI это это вот график который видят реальные операционные инженеры им данные свежие поступают до 2 минуты 2 минуты для нас это на 500 датчиков 6 data points в минуту это ну это не самое маленькое количество данных которые мы пересылаем и требования к системе чтобы перепросчитывалось все каждые 2 минуты то есть нам у нас есть в Глю даунсэмпл hour это когда человек хочет посмотреть за большой промежуток времени данные то есть как они менялись и есть даунсэмпл minute то есть каждую минуту у нас идет ну определенный алгоритм который позволяет показывать один data point за минуту то есть это креатятся папки да в которые складываются файлы за последнюю минуту потом такая же папка и за последний час такая же папка за последний день то есть кроме привязки к 2 часам есть еще и почти что не real time да какой-то они они real time это система real time да это именно это одна одно из требований системы это real time то есть кроме предикшена 2 часа есть аналитика да есть есть аналитика которую операторы хотят то есть когда они получают как правило ну операционные инженеры это механики они к девелопменту не имеют никакого ну как они что-то там наверное могут сделать но в целом но зато их скиллы это mechanical инженеры которые допустим он заходит он смотрит на этот мотор да онлайн он говорит не этому мотору станет плохо там не скоро я его не буду менять я его через два дня поменяю ну допустим то есть они по этим графикам хорошо ориентируются они знают какие пики как должен выглядеть график перед тем как мотор допустим у него начнутся проблемы там я не знаю чем-то на самом деле это большой список чем у них проблем разные проблемы ну и мария так понимаю именно непосредственно для запуска самоаналитики да да понял и последний вопрос вы не думали ну вот как вот на S3 существует да что если какой-то инстант вступал то например там лот балл практически новый поднимает что-то такое с моторами да если один лох который подключится ну мотор сам по себе это не дешевая штука да как бы никто не будет два инстанса моторов это раз во вторых это должен быть механиковый инженер который его подключит и проверит там есть разные подходы у разных клиентов у нас не один клиент разные подходы к тому как они меняют моторы то есть некоторые предпочитают допустим мы предиктим remaining useful time lifetime то есть сколько мотору ну сколько мотору еще нормально продержится допустим мы говорим что он продержится еще две недели нормально вот они говорят хорошо мы в эту неделю его менять не будем то есть predictive maintenance когда мы предсказываем что что будет следующее да а есть corrective maintenance это да вот corrective maintenance это является частью этой системы то есть они real time наблюдают за температурой за вибрацией за всеми остальными показателями да и mechanical engineer они приходят и меняют этот мотор или HR box извините у нас осталось немного времени давайте еще может быть какие-то вопросы два вопроса еще благодарю за доклад было очень интересно такой вопрос сколько в вашей команде человек ну я не могу на такие вопросы отвечать вы же взрослые и взрослые хорошо тогда такой вопрос методологию которую вы использовали касательно непосредственно hardware то есть это какие-то из дней или она разрабатывалась здесь и сейчас потому что мы видим что вы хотите внедрить на четвертой итерации сенсоры звука датчики звука вот вы разрабатываете это вот сейчас или все-таки где-то берете практики других я не знаю у нас есть я наверное не четко сказала да у нас есть лаборатория своя сенсорами туда вот как мерчендайзеры Avon и Reflame приходят разные механики приносят свои сенсоры говорят что вот купите наш сенсор потому что как правило завод это ну маленький завод самый маленький завод это 100-150 сенсоров это маленькая какая-то очень часть поэтому да мы постоянно мы одни сенсоры меняем на другие сенсоры смотрим как эти сенсоры там допустим реагируют смотрим как те сенсоры реагируют то есть это это эвристика это меняется это не постоянно это здесь и сейчас да 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 Извините, немного совсем времени, давайте поскорее. Я целый день здесь, я могу отвечать на вопросы. Давайте еще один вопросик. Вот я видел, там руку в середине зала тянули несколько раз. Девушка тянет уже 15 минут. Да, да, передайте. Спасибо. Слышно, да? Да, вроде. Я хотела спросить по поводу версионности моделей. Используете ли вы это как-то в своем флоу и какие инструменты для этого вы используете? Как бы валидация моделей, может предыдущая была лучше? Ну вот это хороший вопрос, спасибо за вопрос. С точки зрения аналитики. С точки зрения аналитики модель использует, ну есть модели, которые построены на накоплении данных, есть модели, которые пересчитываются онлайн. То есть может случиться так, что данные за последние сутки были плохие. Ну абсолютно, да, и качество модели падает. То есть у нас несколько стейджей. Модель заходит, допустим, ну сначала, во-первых, сначала мы просчитываем данные за сутки. Насколько они там были хорошие и плохие. Может случиться, что был шторм или, допустим, наоборот, там данные могут быть испорчены. Данные фильтруются очень сильно. Дальше докидываются к той модели, которая есть. Эта модель деплоится на DevEnvironment. После этого приходят механики, смотрят, насколько это правда-неправда. Отклонение prediction от модели, ну сейчас стоит 5%. То есть мы считаем, что если predicted value отличается на 5% от реального value, это хорошая модель. Если оно уходит до 20%, модель как бы старая остается. Rollback происходит. Люда, спасибо большое за доклад.